Всё своё ношу с собой. На встречу с губернатором триумфаторы не могли не принести главное свидетельство успеха. Шесть золотых масок – рекордный урожай, говорящий о многом. Если принять золотые маски, это, в принципе, показатель уровня российских театров каждый год. Примирский оперативный театр – это первый театр страны. Получили четыре маски, когда Мариинский получил одну, и большой театр – две. Две золотые маски Теодор Курензис получил за дирижёрскую работу в опере «Кози фантутти» и «Балете шут». Награду завоевала также Надежда Кучер за партию «Мидея» в опере «Мидея материал». Специальной премии жюри пермский оперный удостоился за балетный репертуар. Обладателями золотых масок стали также худрук театра «Театр» Борис Мельграм и его предшественник, народный артист СССР Иван Бабылёв. Глава региона Виктор Басаргин назвал это «звёздным часом при Камье» и признался, что с замиранием сердца следил за тем, как награждали пермяков. Я очень вам благодарен за ту огромную работу, которую вы провели. А то, что за этим стоит труд, я нисколько не сомневаюсь. Заслуженная награда, она ещё связана с тем, что это признание, а не только членов жюри, признание всех наших пермяков, наших измеряков, это признание всего театрального сообщества. За чаем продолжили разговор о необходимости развивать театральные традиции, о будущем пермской балетной школы, о предстоящей реконструкции оперного театра. По словам Теодора Курензиса, нынешний успех на золотой маске подтверждает, что всё мы делаем правильно. Действительно смотрим, как можем делать какие-то новые заявления в искусстве, не только через модернизм и через постановки, которые все, в принципе, в Европе информированы, а через тематики, которые, если мы не сделаем, никто не сделает. Например, шут, если мы не ставили бы в прошлом году, это произведение осталось бы без своего балета. То есть не было балета, шут в мире. С этой точки зрения пермики находятся в весьма привилегированном положении, имеют возможность смотреть репертуарные редкости самого высокого качества. Елена Закирова, Антон Лифанов, Телевизионная служба новостей. Продолжение следует...